Роза родом из Армении, но уже более 10 лет живет в России. Жаркий климат пришлось сменить на брянские холода. Но самая главная климатизация происходит в школе. Не знаешь, как на тебя посмотрят, как примут, как-никак из другой страны. Сначала в школе первый день, конечно же, был не удался. Мы пока не сдружились, а вот с пятого класса начали уже дружить. К обучению в русской школе тоже пришлось привыкать. Но прошло время, и все как-то выровнялось. Любимый предмет физкультура, самое страшное слово физика, известный поэт Пушкин. Даже процитировать может. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песню заводит, налево сказку поет. Там чудеса, там лешие бродят, русалка на ветвях сидит. И самое главное, несмотря на то, что Роза столько лет живет в России, национальные традиции в ее семье чтут, в том числе и кулинарные. Плов делаем, гата делаем. А это как пирожки. А как это делаешь? Надо взять тесто, яйцо надо взять. По сути своей, гата просто слоеные пирожки. И делают их многие народы Закавказья. У армян есть свои традиции и способы приготовления этого блюда. Есть карабахская, гугарская, ереванская, гюмрийская гата. Учитывая то, что в нашем городе насчитывается более 20 тысяч армян, то можно смело заявить и о появлении новой разновидности – брянской гата. Кстати, Роза так вкусно рассказывала о пирожках, что могла бы стать настоящим кулинаром. Однако с будущей профессией пока не определилась. Так же, как и Андрей. Он совсем недавно переехал в Брянск из Макеевки Донецкой области. Сейчас учится в восьмом классе. Быстро влился в новый коллектив. Я приехал уже летом, познакомился уже с людьми, которые учатся в этой школе на улице. Потом познакомился со своими одноклассниками, нормально с ними общаюсь. Гордость для Андрея – движение юных патриотов. В рамках ДЮПа он занял второе место по стрельбе. Тренируется Андрей на уроках ОБЖ, посещает секцию на базе Центра ДСАФ. К детям из Украины подход особый. Не надо забывать, что они уезжали не просто от безработицы и голодной жизни, а от войны. Этим детям особенно трудно. Я помню такой случай, у нас ребенок этот уже выпустился. У нас было мероприятие, посвященное 70-летию Победы. И дети готовили стихи, песни. И вы понимаете, один мальчик из Донбасса был, не маленький, он уже 9 класс был. У него просто слезы стояли на глазах. То есть, когда это видишь, понимаешь, что этим детям пришлось пережить. В целом, как отмечают педагоги, все приезжие – это обычные дети. Такие детки, как правило, можно сказать, очень много умеют делать руками. Они очень хорошо вышивают. Была девочка, очень хорошо вышивала. Они очень хорошо умеют технически даже разбираться. Но в техническом плане разбираться. Например, отремонтировали утюг у нас несколько лет назад. Но понимаете, в чем дело? Есть и такие, которые, например, в кабинете информатики сказали, «Я побывал в сказке, увидев компьютер». Одна из проблем для детей иностранцев – языковой барьер. В связи с этим, кстати, возникают и курьезные истории. Были даже случаи, что они жестами объясняли даже содержание урока. Да, учились у нас двое ребят из Армении. Сейчас они у нас, в прошлом году у нас они выбыли. Но и они очень быстро влились в коллектив. И никаких проблем с ними не было. И достаточно быстро освоили русский язык. Давайте не будем с вами забывать, что когда-то мы с вами были одной страной. И мы, учителя, до сих пор чувствуем, что мы одна страна. Хотя бы в плане того, что эти дети выросли на территории бывшего Советского Союза. И они такие же, как и все остальные. Героям сюжета в Брянске комфортно. Так что День народного единства не просто еще один выходной, а повод знакомиться с калейдоскопом истории и традиций. Андрей Мамошин, Владимир Сидоров. События. Брянск.